Я вам скажу, почему не рожают. Потому что у людей нету цели. Люди несчастны, на самом деле. Отчего они спиваются? Именно социальная такая вот атмосфера, которая творится, то есть нету будущего, нету цели у людей, зачем жить, нету радости жизни. Вот именно вот это вот и приводит людей. Михаил, наполни нас. Зато есть стремление к деньгам. Да, смотрите, первичный фактор, здесь, конечно, правильно Дмитрий сказал, это не экономическое благополучие, потому что тогда бы мы видели совершенно другую ситуацию, наоборот, в благополучных экономических странах проблемы с демографией бы не возникало, а Африка, соответственно, испытывала бы демографическую яму. Нет, одна из главных причин, это, во-первых, автономия семьи, которая была разрушена абсолютно западным обществом, и семья в западном обществе находится в куда более зависимом положении по отношению к государству, чем семья даже в какой-нибудь африканской или ближневосточной стране. Это принципиальный момент, на него необходимо обращать внимание. И вторая причина, это что, конечно, семья перестала из экономического актива, мы поговорим сейчас про экономические стимулы, из актива превратилась в абузу, там, где раньше, заводя ребенка, вы получали, это были дополнительные руки, это был потенциально какой-то дополнительный либо социальный инструмент, либо дополнительные руки, чтобы буквально работать. Сегодня, заводя ребенка, вы приглашаете в свою жизнь государство. Существует огромное количество бюрократических требований, существует огромное количество социальных требований, существует огромное количество экономических ожиданий, которые от тебя общество требует, причем на уровне законодательном, и таким образом стимулирует тебя откладывать заведение ребенка, либо вообще его не заводить. Не дооценивайте эти стимулы, они чрезвычайно важны.